Вот эти пятна, меня прям пугают, прям. Дети не помнили, беги, а вот на полу еще раз. Ой, как это комната, комната ужаса. Любимый мой фасон, платье с запахом, полна пазуха тетюк. Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Привет от Диты из солнечной Канады. Я очень рада вас видеть. И сегодня мы отправляемся в магазин Топшоп, который у нас представлен как корнер в магазине The Bay, в одном из самых больших и старинных магазинов Канады. Ну вот этот Топшоп открыли несколько лет назад. И продаю там вещи, которые, в общем, мы сейчас будем с вами рассматривать, разглядывать и кое-что примерим. Примерочные в Топшоп были закрыты, но меня пустили померить вещи в самом магазине The Bay. Так что, в общем-то, все нормально. Итак, начнем. Сумки, обувь. Вот вы видите то, что вы видите. И мы видели такие плетеные сумочки, в общем-то, летние. И сейчас я разглядываю сумки, которые являются таким закосом, копией к сумкам Боттега Венета, которые мы все с вами знаем. Вот эти плетеные, вот эти сумки такие, как стеганные с квадратиками. Это мы все знаем, откуда пошли эти идеи. Ну, в общем, все делают, и все масс-маркеты сейчас делают похожие сумки. Ну, и it's okay, как бы. Потому что, ну, масс-маркет всегда делает копии на дорогие бренды. А, значит, обувь тоже вот такие вот грубые шлепанцы. Это прям такие, знаете, я пытаюсь показывать цены. Я не знаю, если видно. Но я надеюсь, что видно. Значит, грубые шлепанцы с такими пряжками вестерн. И вот снова плетеная сумочка. Кстати, неплохие. Они симпатичные. Такой вот ракушкой. Может быть, она маловато немножко. Я ее не стала рассматривать, что в нее можно положить. Но я думаю, что в нее влезет не очень много. Вот, значит, довольно симпатичные вот эти вот босоножки с квадратным носом, с толстым таким каблуком. Я даже думаю, что они удобные. Черного цвета. И они, кстати, кожаные. Вот тоже сумочка. Я только не очень поняла, закос под что это вот. Я что-то даже не узнаю. Но, наверное, закос под что-то. Еще одни босоножки. Тоже довольно такие классической формы на каблучке. Перепоночки тоже симпатичные такого цвета. Вон там были такие белые. Я хотела дотянуться до них. Но не хватило у меня росту. Я подпрыгнула. Но все равно, тем не менее. Еще один закос под ботегу. Тоже, значит, сумки плетеные. Только здесь немножко плетение такое другое. Они равномерные. Неплохие. Симпатичные, кстати. Бежевая такая была. И черная. И, значит, вот эти вот босоножки с таким вырезом интересным. Кстати, они кожаные. И были они разных цветов. Такой пыльной розы. И вот это вот такое, знаете, салатово-морской волны. Не салатово, а такой морской волны. Зеленоватые. Довольно симпатичные. Понравились мне тоже. Кстати, обувь неплохая. Вообще обувь неплохая у них. Но, по-моему, немножко переоцененная. Потому что, в принципе, есть обувь кожаная. И довольно удобная. Но цены такие, знаете, для масс-маркета, я бы сказала, великоваты. Вот еще одна. Тут какая-то смесь. Вот плетеная сумка и вот этот вот крабик. Я, кстати, не знаю. Вот эта вот пряжечка такая в виде крабика. Это тоже закос под что-то? Или это Топшоп сам придумал? Возможно, это их, так сказать, ноу-хау. Снова, значит, большие кроссовки. Вот эти, аглышус, которые продолжают рулить вроде бы. Или уже вроде бы выходят из моды. Но, тем не менее, их везде продают. Вот были чисто белые. Были такие белоголубые. И там еще потом дальше будут такие разноцветные. Всяких цветов, кстати, тоже неплохие. Мне понравились они. Они довольно аккуратненькие. Так хорошо сделаны. Симпатичные. Вот эти вот симпатичные бусоножки. Такие с цепочкой. Не знаю, как они смотрятся на ноге. Надо было бы в них померить. Но не было моего размера. А мерить большого размера как-то странно. Ну, вот шлепанцы черные. Тоже довольно-таки на вид удобные. Каблук такой большой. Но, по-моему, такой устойчивый. И хороший такой фасончик. Вот эти голубые тоже, значит, плетеные. Под ботегу тоже только без каблука. На плоском ходу. Кожаные. Симпатичный цвет хороший. Такой, знаете, квадратный носок. Очень модные, современные. Вот. Что там у нас еще? Снова большие такие, большие, большие шлепки. Вот эти вот на толстой подошве. Грубые такие, знаете. То, что сейчас модно. То, что очень актуально. Очень трендово. Вот я покажу вам себя. Значит, мой аутфит of the day сегодня. Я еду с работы. И заехала в этот топ-шоп-магазин. Поснимать для вас. И вот так вот я была одета сегодня. Идемте дальше. Снова сумки. Снова сумки. Снова много сумок. Шоперы. Большие, маленькие сумочки. Такие, знаете, клочки вечерние. Под animal print. Вот примерочные закрыты были. В топ-шопе. Но мне удалось проскочить в примерочную в этом, в самом магазине зыбы. Вот это пыльник. Сняла я его. Он мне очень не понравился. В принципе, классический крой. Цвет. Но ткань, знаете, как будто бы он сшит из какого-то крем-плена. Такого. Ну, какая-то совсем такая не очень-очень несовременная. И очень какая-то такая странная. Я не знаю. Вроде бы, как бы, ну, должна быть, типа, такая плащевка. А там был какой-то, значит, врубчик такой. Ну, не знаю. В общем, не очень. Короче, пиджак. Тоже в клетку. 140, по-моему, долларов, если я правильно вижу. Ну, дорого же, дорого для масс-маркета. Вот эти вот разноцветные кроссовки, о которых я говорила, они мне, кстати, понравились. Такие интересные сочетания цветов. И, по-моему, неплохо они выглядят на ноге. Поэтому было много, значит, всяких шорт. Вообще в магазине очень много представленной одежды более такой молодежной для девушек юных. О, кстати, вот это вот меня удивило. Потому что у них продается белье и спортивная одежда Кельвин Клайн в Топшоп. То есть, насколько я знаю, Топшоп это как бы самодостаточный магазин, в котором продается одежда только их бренда. И тут бац, вдруг такая вешалка со штанами, трусы, лифчики, спортивные Кельвин Клайн. Что, чего, причем, я, в общем, как-то не поняла. Но вот факт. Вот они висят. И не знаю, что это за... Как бы странно. Я раньше не видела в Топшопе Кельвин Клайн. И почему они продают их. Ну, бог с ним, продают и продают. Так, мы перешли к толстовкам. Вот снова, значит, толстовка пыльной розы. Если вы помните, я показывала вам в Юниклу, они были по 50 долларов подобные. Здесь они стоили 38. Ну, как бы дешевле даже, чем Юникло. Что меня удивило, потому что, насколько я знаю, Топшоп дороже, чем Юникло. Ну, здесь она такая даже еще и с замочком спереди, с капюшоном. Такого яркого цвета. Она не совсем пыльная роза, она такая яркая пыльная роза. Правильно я говорю? Пыльная роза? Или это как-то по-другому называется? Может, я говорю, что это неправильно? Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. И такая сумка из бумаги. Ну, такое вообще, знаете. Ну, совсем прям такая бумага-бумага. Я вообще не знаю, как вот, если с ней под дождь попасть. Не знаю. Еще одна толстовка, более такой, менее, вернее, яркого цвета. Вот эта мне даже больше понравилась. Та такая ярко-розовая, а эта такой более приглушенный, бледно-розовый. И без всяких там замочков, в общем, симпатичная. И такая же была серая. Ну, и вот это такой, знаете, спортивный корнер, где всякие спортивные штаны, коротенькие маечки, очень яркие, неонового цвета. Вот это, я тоже думала, что это толстовка, но это оказалось такая худи на замке спереди. Мне это не очень нравится. Как бы это такой вариант более такой мужской или детский. У моих пацанов такие, значит, куфты. Они в таких ходят в детстве с замком. Как женский вариант мне не очень это понравилось. И вот, наконец-наконец, я нашла платье. Слушайте, я бродила, бродила по магазину, платьев нету. А вот, наконец, я набрела на платье, значит. Ну, ничего особенного. 85 долларов или 95 я не вижу. За что, непонятно. Такое обычное платье можно купить в H&M и в Zara. В цветах за долларов 40-50 что-то они как-то такую цену поставили на него. Ну, хозяин барин, что называется. Не хотите, не покупайте, хотите, не хотите, не критикуйте. Вот, кстати, мне понравилась эта толстовка. Это вышивка, знаете, или папилон, это по-французски, я так понимаю, бабочка. И такая бабочка вышитая, она белого цвета. Очень симпатичная толстовка, но она была подороже. Вот она, по-моему, стоила долларов 50. А вот это платье парашют. Вот три валана в клеточку и цена там тоже какая-то была долларов 85, по-моему. Ну, сколько? 85? Я не вижу, вы видите, лучше меня, потому что я когда на озвучке, у меня очень маленький экран, и я очень плохо вижу. Вот была интересная такая курточка, типа джинсовой такой куртки, но она как из джинсовой ткани, но такой розовой. Интересного фасона, интересные такие кармашки пришитые. Ну, можно сказать, необычные. Чуть-чуть, вернее, отличаются от того, к чему мы привыкли, от обычных курток. Ну, что там еще были, комбинезон такие в клеточку. Симпатичные, кстати, изжатые ткани. Сверху такая сборочка, рукавчик такой валанчиком. Неплохой, неплохой. Понравился мне этот комбинезон. И снова вот эти вот босоножки-сандали на массивной вот этой вот подошве. Вот такой трактор. Тракторные подошли. Симпатичная вот там дальше висит джинсовая платьица. Коротенькая, конечно, на молоденьких девочек. Хорошего цвета джинса. Рукавчик фонариком собранный. Так аккуратненько, хорошо сшито. Вот, сняла немножко вам манекенов. Ну, это совсем такой молодежный, молодежный корнер их магазина, где все совсем такое на девочек, на девочек, платья вот всякие вот такие вот. Ну, опять же, цены такие не на молодежь. В общем, на молодежь не накупятся за такие деньги, знаете. Или надо трясти мамину кошельком. Что-то на молодежи делают в основном. Вот симпатичный топик такой коротенький, знаете, в стиле модном сейчас. Это был сейл, это был клиренс на обувь. Вот видите, это совсем дешевые ботинки за 26, по-моему, или 28 долларов. 28. Но они не кожаные. Ну, такие казаки под змею. Вот эти были симпатичные ботинки. Они были из кожи, но они уже стоили 76 долларов на клиренсе. Ну, и вот целый стол таких разных, всякие, белые, под разных зверей, под разных змей. Большой такой был стол, где было много обуви. Ну, все были больших размеров. Моего размера даже и не было. Ну, и, собственно, мне и не нужны. Да и, собственно, цены были такие, что особо не так, что прям нужно так кидаться, покупать их. Вот эти лакированные были такие, под крокодила. Лакированного белого крокодила, которых в природе нет. И, значит, это тоже было клиренс-корнер. И здесь было все, типа, 30 долларов, по 20 долларов платье. Я нашла тут кое-что себе померить. Потом покажу вам. И, в общем, довольно дешевые цены для, относительно цен, которые в топ-шопе, вот, фулл прайс, то клиренс был не очень дорогой. Вот еще немножко поснимаю вам платьев. И разные там курточки кожаные. Ну, в общем, все как везде. Все как в любом масс-маркете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Меня пустили в примерочную. В топ-шопе примерочную закрытую, но он находится внутри, топ-шоп находится внутри магазина The Way. И здесь примерочная открытая, на втором этаже. Меня любезно пустили, разрешили мне сделать несколько примерок. Так, я выключу. Я вам с вами показываю. Где-то там махала ручкой в зеркало. Здесь у нас работа, как всегда. И вот это мой лов. Как всегда, юбки-платья. Значит, это три платья, одна юбка. Вот эти два одинаковые, разного размера. Во-первых, я не уверена в размере. Во-вторых, на одном написано цена 40 долларов, на другом написано 20. Я, конечно, хочу его за 20, поэтому я буду, так сказать, бороться с вами до последнего, пока они мне не продадут за 20 долларов. Значит, платья все по 20, юбка 15. Вы видели, какие цены. Вы видели, какие цены в магазине. То есть магазин не дешевый у нас. А вот на Клироте можно купить вот такие вот интересные вещи. Это такое интересное платье. Оно как бы парашют, и как бы не совсем. То есть он у нас такой сжатый тканик в клетку, и у него, видите, как бы отрезаны балары, но они не на одном уровне, а они как бы на разных уровнях. Так. Это платье с запахом. И это тоже платье парашют. Из такой ткани, интересной, знаете, как плащовка. И юбочка. Симпатичная. По-моему, маленькая она, ведь очень. Я думаю, что я в нее не влезу, хотя сзади резинка. Чего не может случиться. Все, давайте будем вместе. Так, я начала с юбки, потому что я... Прежде чем снять свой туб, я решила ловить юбку. Юбка немаловато, конечно. Может, так не видно, но я очень чувствую ее здесь на талии. Вот там резинка, но она маленькая мне. А, в принципе, симпатичная юбка такая. Расцветка, балансчик у нас. И стоит на 15 долларов. По-моему, это размер 6 английский, 4 европейский. В общем, я сейчас посмотрю, вам скажу, проверю. Класс. Да, значит, это EKSX, европейский, 4-ый, US-2. Стоила она 68 долларов, а сейчас 15. Ну, в общем, это американский второй. Как я вообще в нее влезла, я удивляюсь. Ну, с трудом, но влезла с милок. То есть, не все так плохо. Не все еще потеряно. Еще одно платье. Но оно мне маловато в грудях. Вот тут нормально. Ну, это, кстати, размер 4-ый, американский, европейский, английский, 8-ой. Ну, в общем, я с ним сейчас вам покажу. У меня их два, одно еще меньше. Это немножко побольше, но оно мне мало. Прямо так вот везде здесь тянет, тянет. И так, ну, тянем-нем-нем. А, жалко. Хорошенькая, симпатичная платьица. Очень кьют. Док, маленькая. Написано UK-8, UK-8, европейский 6, US-4. И это 40, а на этом написано 20. То есть, я думала, что он 20, потому что там было написано, что все платья по 20. Ну, видите, это американский 4-ый, тут уже мне маловато в груди. Эх, та же история. Это вообще американский 2-ой. Я что-то, знаете, запуталась с размерами. Ну, на самом деле, там больше размеров не было. Я, как вы, видела визуально, что они маловаты. Ну, так вот, чисто визуально, что они узенькие. Но не было больших размеров. Это американский 2-ой, 4-ый, а US-6. Я подумала, что это 6. Я, в общем, как-то запуталась немножко с ним. В общем, оно не маловое. Если так не видно, то он, наверное, не застегнулся. Там замок, и, в общем, я не смогла его застегнуть. А так тоже очень симпатичное платье. Сделано из такой, как, флощевочки. Очень милое, милое, милое. Ну, слава богу, все-таки дошло. Хотя это тоже, тоже самый 4-ый, US-6, UK, английский. Ну, вот, видимо, потому что оно здесь, это платье с запахом, оно вот так вот с двух сторон на таких завязочках. Очень, кстати, очень милое. Очень симпатичное. И из-за того, что оно здесь как бы вырезано, оно мне не мало. А здесь, в принципе, оно мне хорошо. Вот такой вот. Любимый мой фасон, платье с запахом. Пол на пазуху тетек, как все эти. Ой, ну, так красиво, так симпатично. Она сделана из такого приятного... Я посмотрю, что за состав, но похоже на... Вискоза, может быть, даже. Ой. Здесь такая примерочная, конечно. Паркетный, правда, пол. Но вообще все вот это вот здесь. Я надеюсь, это не кровь. А малиновый сироп. Такое все. И дверь прозрачная с дырочками. Думаю, что меня видно снаружи. А может быть и нет. Но вот эти пятна меня прям пугают. Здесь никого не убили. Вот не по-моему еще. Ой, как это комната ужаса. Ну хорошо, хоть такие. Я вообще тебе на что-то примерочное открыть. Все намерилась. Все мне маленько почти. Это всегда очень неприятно, горько и обидно, когда идешь примерочный и вдруг бац, вот. Все мало. Ну, собственно говоря, я же неправильные размеры взяла. Я же взяла американский второй, четвертый, и я никак в него не влезаю. Ну, никак. Мне нужен шестой, как минимум. Я думала, что это шестой, а это английский шестой. Но там, по-моему, меньше. Больше не было размера. Я сейчас пойду проверю, конечно, но мне кажется, что и не было больше. Так что... Ну, потому что очень дешевые... Смотрите, вот это платье, например, да, оно стоило 110, а сейчас оно 20. Ну, конечно, остались только размеры самые такие на тонких и звонких девушек, не таких, как некоторые свиноты, которые кушают хорошо, без карантин. Все, девчоночки. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы получили удовольствие, чтобы вы не потратили свое время зря. Вот. Увидимся с вами в следующем видео. Всего доброго. Люблю, целую. Пока-пока.